Топ компактных смартфонов. Стоит, конечно, тоже не дешево, но мы же не за этим здесь, в этом видео. Там есть нюанс. А зачем Козе Баян? Но здесь есть подвох. Привет, друзья! Вы на канале QQ, с вами Андрей и у нас топ компактных смартфонов, которые можно купить, в принципе, в разных сегментах. На самом деле, в наше время надо понимать, что, к сожалению, все перешли к гигантизму и выпускают огромные телефоны и еще более огромные, а маленькие телефончики выпускаются за не очень малые деньги. Так что сейчас мы поговорим про действительно те модели, на которые стоит обратить внимание в разных ценных сегментах и объясним, почему. Актуальные цены на эти смартфоны найдете по ссылке под видео в магазине QQ. Конечно же, останутся вопросы, если то, всех ждем в комментариях под этим видео или в нашем телеграм-канале. Может быть, дополнить этот обзор еще какой-нибудь моделькой, может быть, мы что-то забыли. Так что пишите. И, конечно, напоминаем про наш измельченный розыгрыш одного классного смартфона и множество промокодов на покупку в нашем магазине среди комментариев под этим видео. Для участия в этом розыгрыше вы должны написать содержательный интересный комментарий под этим видео, быть подписан на наш канал и, конечно, поставить нам лайк. В конце месяца мы берем один случайный комментарий, проверим, например, содержательный он или это спасибо за обзор, и тогда выберем с вами победителя. Удачи! Итак, компакты до сих пор находят у себя фанатов, ну потому что есть люди с такими огромными руками, мутантами, как у нас, да, потому что, ну я уже привык по таким габаритам, хотя мне, допустим, S23 Ultra какой-нибудь Samsung, он слишком большой. Вот прям слишком большой, я не могу привыкнуть, он даже к карманам нормально не вылезает. А это вот уже на грани, где-то 6,5. И все, что меньше, для меня, кажется, малышами. Но есть же вот этот класс совсем маленьких устройств, фактически сейчас это все смартфоны, которые находятся в районе 6 дюймов, и их на самом деле не так много. Наверное, самые широко распространенные такие и известные сейчас, это, конечно, топовые при этом по-своему, флагманская линейка Samsung S22 и S23. Найти пока можно в продаже и те, и те. Стоят они довольно дорого, но S22, само собой, подешевле. Но это небольшие, маленькие устройства, при этом очень жирно напичканные. Здесь и полноценная влагозащита IP68, и классные камеры, и классные дисплейчики, отличные стерео и хорошие материалы. Само собой это стоит недешево, но именно в плане компактов, которые еще являются современными и выполняют все последние требования, все необходимые, это вот, пожалуйста, S22 и S23. Еще и обновляться сейчас будут, да, то есть обновились уже некоторые на Android 14, будут обновляться еще и на 15, а в случае с S23 еще и на 16, видимо, Android обновится. Так что, скажем так, хватит еще и на несколько лет, как минимум. А еще для тех, кому надоели только обзоры, у нас теперь есть канал Q для лайфхаков, которые вы можете использовать на своих телефончиках. Ультракороткие видео с полезной информацией. Подпишись. Несомненно, в сфере компактов сейчас можно перечислить и наивиночку от компании Google, это Google Pixel 8. Также 6,1 дюйма дисплей, как у S22 и S23, тоже смартфон небольшой, при этом, опять же, топовая камера, не, в отличие от Samsung, там, другой совершенно дизайн, опять же, есть и влагозащиты, и беспроводные зарядки, чистый уже Android и 7 лет обновлений. То есть покупаем телефон и до, какого там, 2030 года ходим с самым последним Android, да, если или мы доживем, или телефон доживет, само собой, но на самом деле концепция выглядит достаточно интересно. Стоит, конечно, тоже недешево далеко, но вполне себе можно рассмотреть. Ну, однозначно, еще из пикселей можно посмотреть где-нибудь на остатках, может, есть Pixel 6a, он тоже довольно небольшой, несколько уже, ну, там, по характеристикам, может быть, не особо там привлекательный, но все равно очень интересная камера, небольшой телефон и весьма и весьма современный. Ну, вот речка, конечно, здесь его не сильная сторона, как и у всех пикселей, но мы же не за этим здесь, в этом видео. Пожалуй, наиболее универсальным, народным вариантом, все-таки, компактного телефона можно сейчас из современных найти у Xiaomi. Xiaomi 12X и его старший брат Xiaomi 12. Кстати, сейчас в магазине Q прям очень интересные цены на старшего Xiaomi 12, но, правда, там есть нюанс. Вообще, телефоны братья-близнецы и по габаритам действительно очень небольшие, те же самые 6 небольших дюймов. Имеют очень плохие процессоры, причем, опять же, Snapdragon 8 серия, 865 в 12X, более простой, и Snapdragon 8 Gen 1 в Xiaomi 12. Но здесь есть подвох. Чисто технически, Snapdragon 8 Gen 1 в 12-м Xiaomi мощнее, но при этом он еще адски греется и высаживает батареечку, как не в себя. Именно поэтому Xiaomi 12 может понравиться кому-то даже меньше, чем Xiaomi 12X, как, например, мне. Потому что Xiaomi 12X это маленький, мощный телефон все-таки, с неплохой камерой, с неплохим дисплеем и весьма сносной камерой. Действительно, вот такой соль земли компактных телефонов, которые сейчас можно найти за весьма вменяемые деньги. В первую очередь, я бы, наверное, на него смотрел, если вы не готовы тратить большие деньги. Все еще не дешево, но уже весьма вменяемо. Xiaomi 12X стоит несколько подороже, но переплата за что? Большой вопрос. В автономности потеряете сильно, в производительности приобретете не особо сильно, в камере тоже, в принципе, особо сильно ничего не приобретете. Ну и, конечно, бессменно производят компактные сейчас телефоны флагманского уровня. Компания Asus. Линейка своя Zenfone 9 ранее была, сейчас актуальна Zenfone 10. По слухам, 11-й тоже будет небольшим телефоном. При этом Asus продолжает делать их напичканными с точки зрения техники. То есть, там и прекрасные дисплеи, мощные, самый мощный на текущий момент процессоры, быстрая зарядка, беспроводная зарядка. Камера, вот, конечно, там вроде как должна отрабатывать, но несколько подкачала. И, допустим, на фоне самого Samsung она несколько не дотягивает определенно, а по цене, ну, близко, на самом деле. Поэтому Asus, пожалуй, для тех, кому по каким-то причинам, допустим, не нравится Samsung и Xiaomi, но при этом хочется чего-то нового, компактного и недорогого. Ну и, конечно, вне конкурса хочу назвать еще две модельки, ну, точнее, двух производителей, которые тоже попадают в рейтинг лучших компактных телефонов, но с некоторыми оговорками. В первую очередь, это компания Apple со своими iPhone 13, 14, 15. Именно в таком рейтинге я, пожалуй, что их расположу, потому что 15, это, конечно, самый последний и самый мощный из смартфонов, да, именно базовых, компактных iPhone. Но при этом смысл платить за него в сравнении с очень даже неплохим и все еще актуальным 13, допустим, который полностью является клоном 14, тут, конечно, большой вопрос. Ну и хочу знать, что, конечно, iPhone 13 и 14 при своей цене сейчас весьма интересная покупка, да, потому что это классический Apple. Хорошо сделанный, с хорошим дисплеем, с хорошей камерой, звуком и, опять же, там, влагозащита, зарядка, вроде как, все при нем. Понятно, что это Apple со всеми вытекающими, особенно, там, для России. Это, конечно, нюанс. Но, в любом случае, вот именно iPhone 13, 14, 15, это те варианты, которые компактные и очень даже неплохие. И наш топ завершает именно из-за своей слишком большой необычности. Я даже после iPhone ее поставил, не просто так. Это компания Sony. Но, черт возьми, у них есть своя харизма. Это, конечно, линейка Xperia 10. Недавно мы тестировали Xperia 10V, еще есть Xperia 5, это Xperia 10 5, да, то есть, а есть еще Xperia 10 4. То есть, линейка Xperia 10, а уже порядковый номер, там, 4, 5 и так далее. Вот сейчас актуальна эта пятерка. В принципе, можно найти еще в продаже и четверку. Она вообще не хуже. Это тоже очень маленькие телефончики. Процессор там, конечно, на фоне всего, что я перечислил, хуже всех будет. Там всего лишь 695 Snapdragon. У китайцев это стоит 1012 рублей, у Sony это стоит совсем других денег. Но работает очень долго. Интересные дисплеи, очень интересный дизайн, прям обалденный. Так что, вот для тех, кто хочет чего-то необычного, маленького, сносно, вполне симпатично работающего. Понятно, что это речь не про игрушки и не про что еще, но, к сожалению, еще и не про камеру. Но про деньги и немалые деньги. Так что, Sony в этом плане и стоит таком на одном из обособленных мест, но однозначно в топе интересных смартфонов, по крайней мере, компактных. И, в принципе-то и все, ребята. К сожалению, больше остальные производители компактов, прям таких, сейчас не выпускают. Кто-то грозится, кто-то что-то, может быть, и выпустит. Из актуальных, нормальных производителей все. Понятно, что есть еще выводы к разных китайцев, какие-нибудь Cubot, какие-нибудь Blackview, еще что-то. Но там вопрос, будет ли это нормально работать и куда с этим все обращаться. И, опять же, там если посмотреть, что-то более-менее нормальное, опять же, стоит где-то тысяч под 20 уже. А здесь уже играет недалеко Xiaomi 20X, допустим. И, а зачем Козе Баян? И понятно, что в этом видео я не затрагиваю тему БУ смартфонов. Здесь совсем другая история. В общем, вот такой вот получился список. Надеюсь, кому-то эта информация будет полезная. Ссылки на покупку этих смартфонов найдете в комментариях под этим видео. Задавайте вопросы, дополняйте это видео своими мнениями. Ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчик. С вами был Андрей Квит.ру. Пока.